приветик мои дорогие хочу сделать еще одну болталочку по коронавирусу может это уже все заключительное последнее извиняюсь что я много об этом говорю но если бы она меня так не коснулась а я бы об этом и не говорила так как это меня коснулась и очень сильно хочу еще поговорить смотрю несколько человек отписалась от меня может быть им не понравилось что я сказала может но еще раз говорю я никого не агитирую я говорю что каждый сам принимает решение ставить прививку или не ставить и хочу вам рассказать от и до как все было со мной потому что я все знаете маленькими историями рассказывала где-то откуда-то что-то выхватывала и и как бы всю историю и не рассказала начиналась с того вся наша эпопея коронавирусная нашей семьи с того что я была тот агитатор со всеми своими соседями ну я не ругалась но серьезно с ними разговаривала и дала понятие знать что я прививку делать категорически не буду что после этого они меня обходили наверно все какой-то дорогой но после того как я заболела и еще дальше обходили ну вот все мои друзья которые сделали прививки у них все принципе нормально не могу сказать что у кого-то был плохой случай и подверг их какой-то там приступу или какой-то страшной болезни нет вот мы даже сможем чуть не разошлись по этому поводу он хотел прививку сделать а я категорически нет и сказала даже со мной на эту тему не разговаривай моё последнее слово нет проходит не знаю сколько время мой сын приносит болезнь как мы еще не знали что это поначалу болезнь протекала нормально но потом он стал очень сильно болеть и лежал и особо не вставал и жаловался плохо ему мы ему решили сделать тест когда сделали тест там сразу он не делается через какой-то день приходит ты что у него коронавирус ну вот наверно неделю сын заболел 15 муж заболел раньше он наверно муж заболел 19 где-то вот так вот ну а я заболела или двадцатого или двадцать первого наверно скорее всего двадцать первого я заболела в начале было еще более или менее чего начиналась и головная ужасная боль первый день я чхала ну вот у меня без остановки об черте потом насморк потом ломка в мышцах всех спина сильно болела так поясница позвоночник ужасно шея тазобедренные кости сложно было ходить и при этом головная боль ужасная потом в туалет бегали и на какой-то на второй там день началась большая температура которая у меня было 38 с половиной 39 7 дней она не сбивалась или даже больше она была она даже была и в больнице у меня мамочка звонила все все знали все звонили узнавали как мы что мы и мужу плохо и он лежит и я лежу и и в один день подружка из церкви лекарства мне перевозила на какой-то другой день привезла мне продуктов и мерить сатурации кислород крови или как там мы ничего не кушали я наверное дней десять ничего не ели мы за день я съедала один банан и бараночку это как-то так вот потому что мне сильно тошнило и головные боли были просто ужасные просто ужасные вот даже вот я здесь приготовила фотография как я выглядела вот не пугайтесь но это просто типа живого трупа мне холодно было ужасно холодно и ужасно болела голова и тошнило кушали мы бананчик муж вообще ничего не кушал кроме лекарства своего все лекарства что нужно у нас были но они не такие видите не помогли мне так точно не помогли но хорошо что были может еще хуже было бы из-за того что вообще ничего не было когда силы еще более-менее были я все делала а когда уже силы меня покинули потом уже невозможно ничего мне еще как-то джеймс колотил этот противовирусный чай кристина выслала очень хорошие витамины для меня и для джеймса тоже посылки за что вот за один день посылка должна была прийти она где-то потерялась ну на второй день она пришла она пришла вот я 20 смотрите 21 я заболела 29 посылочка приходит в этот день не подружка привозит мерять сатурацию сатурация была 81 она мне не эта подружка не испугала но у нее сестричка есть она работает в аптеке и говорит очень низкий кислород ей нужно срочно в госпиталь госпиталь я категорически не хотела потому что я не хочу бросить джеймса я не могу бросить сына он у меня тоже болеет и я не дом ну как бросить дом вы знаете что у меня муж плохо видящее это не простой человек он после тяжелой травмы он и контузия была у него и я ему еще как помощник я ему помогаю я вот не работаю но я ему помогаю ему немножко больше платят до пенсии потому что он плохо видящие ну как инвалид одним словом он военный на пенсии по состоянии здоровья у него травма давным-давно была в армии но он крепенький приходит эта посылка в 11 наверно принес почтальон я ее взяла и и поставила здесь на стол кристинке позвонила говорю кристинка или она позвонила пришла посылочка на горит мама открой говорю кристина я не могу открыть она говорит нам но ты что смеешься бери ножи там ножницы разрежь посылку и открою я говорю я не могу открыть но начинает ну как ругать маму мама но не смейся открывай посылку там тебе лекарства витамины а я мышц мозгами понимаю что открыть надо но я не могу вот как-то уже какие-то у меня действия не получаются мозг уже начинает не соображать я упала на подушку и расплакалась и она отключила телефон позвонила моей маме они сильно расстроились и потом я ушнула джеймс лег спать я легла спать вы знаете положились а так руки поскладывали в нас и температура высокая вот знаете как два трупа лежат снится мне сон нехорошие вещи но смерть пришла за мной вот так вот одним словом хочу сказать что смерть пришла за мной такой сон был и стоит не уходит я уже вижу что я уже умираю я понимаю что я умираю и но мне не страшно было тогда не страшно и крестинка позвонила я об этом уже рассказываю у меня уже губы такие сиреневые синеватые и она говорит мама мама тебе надо срочно сейчас плачет срочно к добру вызывай скорую я говорю я не вызову тогда я не помню она или отключилась она начала искать телефон моей соседки и соседкой они решили по-быстрому вызвать скорую скорая приехала быстренько сначала пожарная машина приехала они всегда так через буквально там две минуты приезжает пожарная пожарная машина они иногда если дверь закрыта они выбивают дверь и тогда скорая через пять минут приехала быстро все приехали они меня сразу проверили и как бы джеймсу предложили но еще и мест не было джеймс не сказал я не поеду я не оставлю дом я не оставлю сына кот еще есть и так же вы понимаете тут цветы все посохло говорит я не аст но я не поеду и мест еще не было больницы но меня они сразу сказали мы я уже готовенькая для них а джеймса еще так посмотрели он сказал этот фельдшер сказал что еще держаться может так вот села там на стулочку у нас там стулочка есть они что-то мне там делают потом я к нему болели в эту машину пошла легла а его не взяли знаете прям аж слезы душу ты как на войне попрощалась с мужем кто его знает вернусь я или я может вернусь а его не может не быть ну короче честное слово очень тяжелый был момент расставания с меня когда взяли очень много лекарств дали очень все они молодцы я сначала было на прием приемном пункте там скорой помощи на первом этаже потом они в ковидное отделение меня перевезли ну плохо конечно было они мне давали столько лекарства даже не помню очень много потом они мне дали такое лекарство капельница которая борется с ковидом это от эболы от чумы какой-то от малярии нужно 6 капельниц но я им говорю вы меня убиваете этим лекарством она напоминает наверно как химиотерапии вот шесть капельниц я не прошла потому что кричала вы меня тут убьете ну я говорю нет я на него не соглашаюсь мне подружка написала что именно даже от этого лекарства люди умирали почки отказывали она очень сильно или эту болезнь убьет или тебя убьет но типа одно или другое я четыре капельницы приняла после этой капельницы даже у меня запах начал потихонечку восстанавливаться но не знаю что там я там еще тоже себя плохо чувствовала и кричала там и они мне лекарства дают но она не всем не помогала и в какой-то момент даже так подумала что это наверное такие же боли испытывает человек во время ну раково эти раковые больные cancer у меня на английском языке cancer крутится я уже даже согласна была чтобы они мне давали какой-то морфин морфий но что-то обезболивающее потому что больно невозможно было терпеть они приходили я говорю дайте мне что-то дайте мне что-то муж уже пришел ой извиняюсь открывала дверь джеймс пришел он кровь сдавала в лабораторию ездил ну и вот мне делали эти капельницы давали лекарства от тошноты мне очень тошнило меня начала водить очень сильно я падала вот иду и падаю возле меня поставили извиняюсь за такие вещи туалет рядом музы кровати ну я такой человек не могу лезла туалет потому что туалет моей комнате бы палате иду упала штиняк у меня где-то там был кидала меня но очень плохо одним словом было и я бы попросила какой-то такое обезболивающее потому что ничего не помогало жаловалась все время что мне плохо что ныло там кричала ну хорошо я снимала видео вы видели видео какой-то прекрасный момент у меня вообще дыхание пропало легкое было вот левое легкое наверно вообще не работе было все время я была на высоком кислороде дышала там восьмерка или девятка была потом они на семерку спустили хороший такой был кислород мне вот как бы он помогал вот тогда я испугалась а состояние такое было меня трясло но у меня еще до сих пор эти симптомы есть я далеко еще не хожу ну церковь уже сходила первый раз очень рада приняла причастие не это очень важно было вот ну во время молитвы я не могла стоять я сидела силы у меня еще немного и спустят уже сегодня у нас 10 число 10 ноября а я заболела 20 сентября уже полтора месяца я еще вычухиваюсь вы знаете еще не вычухалась силы маловато кушать еще готовлю а вот убраться я пол никак не могу помыть там что-то почистить все по чуть-чуть делаю ничего главное что жива и неделю больницы пробыла потом меня на дом перевезли и месяц я была на кислороде дома ну вот вам всю историю рассказала у меня это центральная нервная система пострадала сильно чувство все эти были как после инсульта домой пришла и шла тоже в ванной в туалете ударилась головою вот я вот хоп и меня как заносит побила себе голову потом на третий день я кажется как дома была себе овсянку микроволновки начала делать кстати у нас микроволновка вчера плохо работала сегодня вообще не работает но поломалась и очень расстроена мы в новом доме год живем и уже что-то микроволновка пошел вашего это пипикает джеймс пришел голодный ему надо быстро что-то все разогреть и там кислород у меня все спальня в кислороде я так боялась еще эту печку зажать реклама позвонила ой тот джеймс пришел то реклама звонит все все отвлекает я делаю овсяночку себе микроволновки спасибо соседям не кушать приносили но честное слово готовить было есть это просто было очень сложно но может благодаря тому что я потихоньку стала сама все делать и поправляться стала так них кто на может еще помочь и детям от нас далеко мы ковидные кто к нам придет никто очень было тяжело до слез делаю эту овсянку микроволновки меня кидает вот это не знаю не знаю что это такое меня так назад кидает хорошо что ничего горячего еще не держала я падаю на печку за дому так падаю на печку и спиной включаю еще быстро включается огонь ну вы представляете конечно же у меня волосы эти подхожу сама бы наверное подгорела и так далее еще переживаю что там кислород мне показала испугалась прям вот так вот сердце бахало меня так что такие вот истории которые даже не придумаешь после лековидные мочевой пузырь не работал но дальше не буду говорить все это не держание не знаю почему это какой-то ужас не держание не знаю просто какой-то кошмар был передать даже не могу просто передать не могут ужас это ужас все какие-то функции в мозгу перестали работать я по чуть-чуть стала есть в больнице понемножку очень сильно хотелось мне постоянно рыбу и апельсин суп от суп это не то мне приносили они не делала видео суп приносили разный маленькие такие вот баночки они такие вот совсем маленькие приносили в супику суп мне спрашивали что вы хотите я сначала по чуть-чуть по чуть-чуть а потом уже увеличивала уже порции когда они мне делали капельницу вену для печени и мне тогда не тошнило тогда я могла что-то покушать а так было кушать и кушать не хотелось и позывы рвотные не ничем мучила сильно но честно слово это как химиотерапия было и чувство как наверное люди после после химиотерапии и раковые больные вот что-то с этим можно сравнить потому что на все остальное это не похоже вот мне полтора года назад по-женски делали операцию потому что у меня первая стадия была онкология слава богу быстро убрали что это не превратилась во вторую с метастазами и тоже химию мне нужно было делать ну ой ну какой-то ужас честное слово какой-то от прошла и после того встречи со смертью я сказала хай я мограть извиняюсь за мой французский я больше такого не буду проходить думаем сделать вакцину чтобы не пройти но у нас еще есть антитела какое-то время мы будем жить одним словом но дай бог вам всем здоровья чтобы никто больше так не прошел как прошли мы и я выписалась 29 больница была и 6 очень у врача просилась домой потому что у джеймса день рождения мне очень хотелось в этот день с ним быть слава богу что и должен на поправочку но медленно и уверенно ничего они мне в больнице не сказали как это долго будет может 6 месяцев как у кого как протекает это болезнь ну очень пью я множество всяких витаминов бадов у меня будет это видео или после этой болталки или до этого вы увидите сколько я пью витаминов и восстанавливаю себя все мои хорошие извините что много всего вам говорила ну рассказала как это было это был ужас и страх и кошмар это вирус монстр все его всех люблю целую вы знаете меня уже давно я этот влог завела потому что мне бывает одиноко я в америке ну переехала во флориду два года назад у меня появились друзья я не могу без общения я очень дружелюбный человек плохо говорю на английском поэтому иногда может быть со мной американцы сильно не общаются и хорошо что ухожу в русскую церковь но она на английском языке но там русские люди я очень это радуюсь и еще у меня есть соседушка 1 она с украины вот мы тоже с ней общаемся а так вы знаете очень одиноко дети у меня переехали в норфкаролину северную каролину далековато они должны были ко мне приехать в гости но я заболела мы заболели и даже полю пока мы восстанавливаемся малыш но все было бы это сложно если бы они к нам гости приехали подготовить им нужно комнату было я пока это по не могу делать ладно всего вам хорошего будьте здоровы пока пока увидимся в следующем видео